В выходной день жители жилого комплекса «Май» смогли совместить приятное с полезным, принять участие в развлекательных мероприятиях и задать интересующие их вопросы работникам сферы ЖКХ. За чашкой чая или кофе во время проведения акции «Школа ЖКХ нашего двора» владельцы квартир жилого комплекса «Май» могли встретиться не только с руководством своей управляющей компании, но и с представителями администрации муниципалитета, госжилинспекции и регионального оператора по вывозу мусора. Людей очень волновали вопросы периодического отключения водоснабжения и качества воды на водозаборном узле. ПТО ГХ – это у нас администрация Ленинского района. В принципе, можно запросить расшифровку составляющего воды. И у ПТО ГХ надо посмотреть планы по реконструкции тех или иных участков. Это можно уточнить. Я думаю, запросим. А это как-то повлияет на проблему? По крайней мере, вы будете узнать, когда реконструкция. При реконструкции качество воды, соответственно, улучшается. Благодаря проведению множества мероприятий по теме ЖКХ, население стало больше разбираться в вопросах обслуживания многоквартирных домов. Житель сейчас неравнодушен. Жители сейчас стараются участвовать в управлении дома. И чтобы быть грамотным, им надо, естественно, где-то знание, грамотность подчерпать. Поэтому сейчас везде все согласуется с жителями. У нас и президент, и губернатор говорят о чем? Что житель всегда прав. Новый формат встреч понравился жителям. Очень интересно было пообщаться с региональным оператором по мусору, потому что у нас были вопросы к ним. И в целом, мне кажется, если такие мероприятия будут проводить хотя бы раз в полгода, будет очень дорого. Как выяснилось, в жилом комплексе «Май» выстроен довольно хороший диалог между жильцами и коммунальщиками. В управлении компании работаем тесно, всегда на связи, по телефону, сообщению. Общаемся с советами домов. Тоже, если у них есть вопросы, они задают, отвечаем и письменно, и устно. И, соответственно, они уже в свои чаты отправляют, где те люди, которые не могут подойти или обратиться в управляющую компанию, так как также у них рабочие дни, они уже могут ознакомиться на бланке управляющей организации официальным ответом. Госжилинспекция планирует сделать такие встречи ежеквартальными. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.